Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 января 2018 года среда, по одному из старинных четвертый день месяца в юг из Тужи, 7500 даже с того лета шестится. Дом солнца. Такова наша сегодняшняя тема, сказитель Александр Фирсов. Кстати, всех хочу спросить. Никто не услышал новую заставку с чаем? Никто что-то не реагирует? Но это так просто. Скажи мне, пожалуйста, еще такой вопрос. Сейчас я уже открываю наши вопросы, которые из чата Народного славянского радио. Появились в чате Народного славянского радио и на канале YouTube. Напоминаю, slavradio.org. Slavradio.org. Одно слово. Slavradio – это наш сайт, там есть чат. И канал YouTube – youtube.com. Слэш, кому-то нравится слово слэш, славрадио. Итак, хочу задать вопрос. Толщина стен какая? Тридцатка, пятидесятка, пятнашка. Какая толщина стен у вас запланирована? Сейчас запланирована для, например, Воронежской области, раз мы тут живем, но я тут живу. Для Воронежской области мы используем 20 миллиметров утеплителя и по 25 миллиметров МДВП. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать уже энергоэффективный дом. А если брать по севернее, например, Московскую или уж там еще подальше, Вологодская, Архангельская, Мурманск, туда вот еще на север. Или, например, Саха, Якутия, Северок. Да вот здесь нужно на чем остановить внимание. То есть есть такое понятие, как тепловой расчет здания, ну, самого дома. И есть определенные стандарты, СНИПы, ГОСТы, по которым этот расчет делается. Так вот, при классическом расчете всегда, ну, сейчас уже никто их не делает вручную. Это когда я учился, мы делали прям вручную все эти расчеты. Это очень много, очень долго. И когда загоняешь программу в сам дом, но нужно грамотно, конечно, собрать его в эту программу. Программа начинает возмущаться. Вы о фонарели. Вы делаете огромный перерасход материала. Почему такое происходит? Потому что в программу заложены стандарты еще советские, потом российские стандарты. И стандарты энергоэффективности, они повсеместно не используются. То есть стандарты энергоэффективности – это теплый дом, дом по теплу превосходит обычный классический дом порядка в пять раз. Есть понятие пассивного дома. Я думаю, вы тоже сталкивались с этими терминами. Ноль дом и активный дом. Кстати, если интересно, я могу раскрыть вот эти понятия, чтобы вы разбирались в этом. Что такое пассивный дом? Это как раз дом… Ну, даже не так. Давайте я расскажу, что такое ноль дом. Ноль дом – это когда теплопотери здания равны нулю. И то тепло, которое он получает, он получает из естественной среды, от солнца. За счет внедрения автономных систем, такой дом выходит в режим ноль. То есть он сам себя обеспечивает. Это ноль дом. Энергоэффективный дом, он может иметь перерасход электроэнергии и тепловой энергии. То есть вот, как я говорил, 3-5 киловатт-час тепловой энергии. Активный дом – это дом, который сам производит электроэнергию. То есть он настолько теплый, что когда он производит электроэнергию с помощью автономных систем, он ее еще отдает в сеть и другим потребителям. Это активный дом. И это уже очень интересный стандарт. Вот вопрос был, что для севера. Я могу сказать, что для севера по тепловым расчетам дома со стенами в 200 миллиметров утеплителя и плюс 25 МДВП, то есть 50 миллиметров МДВП. МДВП, чтобы вы понимали, он в два раза теплее, чем дерево. То есть это сам по себе очень такой серьезный утеплитель и звукоизолятор. И у нас получается стена 2,50. 2,50 – это у нас стена-утеплитель. И плюс мы имеем отделочные материалы. То есть вентфасад, например, если это имитация обруса. С внутренней стороны это, например, штукатурка. Или тоже там есть воздушные зазоры. В итоге мы получаем стену порядка 300 миллиметров. 300 и до 350. И нужно понимать, что практически эта стена вся сделана из дерева. Просто оно в разных агрегатных состояниях, если можно так выражать. И вот этого стандарта 20 плюс 50 плюс отделочные материалы достаточно для северных районов. Я ответил на ваш вопрос? Надеюсь. Ну что ж, давай переходим уже к вопросам от слушателей. Да что-то мы заболтались с тобой. Надо все-таки как-то и уважить наших слушателей. Дмитрий Мирный, здравия. Вопрос. Стеклопеноблок является экологическим материалом? Стеклопеноблок с добавлением силикатов. Правильно я понимаю? Про силикаты здесь ничего не написано. Просто стеклопеноблок. Вот смотрите, я назвал три критерия экологически чистого материала. Этот материал, я повторюсь, должен производиться без нарушения экологической среды. Ну то есть не должен при его производстве вредно воздействовать на окружающую среду. Он должен не воздействовать, влиять на людей, которые проживают на их здоровье. И третье, он должен быть утилизируем и используемым повторно. Вот вы можете сами ответить на свой вопрос. Является ли этот материал по этим трём критериям экологически чистым? Производите ли вы его? Ну да, я думаю, что это делается в виброплитах. Если там оптоклавное отвердение, то с применением высоких температур и давления. То есть мы затрачиваем достаточно серьёзно электроэнергию. Добыча сырья. Вопрос. Будет ли вот этот комплекс по производству экологически чистым? Условно, в принципе, можно считать. Если ещё особенно мы используем электроэнергию, которая, например... Ну, как, например, очень интересное производство. Алюминиевый завод при Саяно-Шушенской ГЭС. Огромный завод. Он экспортирует алюминий по всему миру. А фактически алюминий производится каким образом? Там электролиз. И для производства алюминия нужна только электроэнергия. Ну и немножко ещё чего-то. Саяно-Шушенская ГЭС – это станция, которая пользуется водой. То есть условно она экологически чистая. Мы не будем говорить про терраформирование, нарушение каких-то биогеоцинозов сейчас. Но получается, производство алюминия, оно условно экологически чистое. Потому что мы используем, грубо говоря, электроэнергию, которая вырабатывается без нарушения экологических норм. И это здорово. Если мы, например, организуем производство, которое будет обеспечиваться энергией, которая будет вырабатываться без нарушения, отлично. Второе. Воздействует ли на организм человека? Ну, я думаю, что не сильно. Если есть какая-то пыль, это не магнитная пыль бетона, например, которая реально опасна. Ее вдыхаешь, ее потом очень трудно вообще из легких вывезти. И третье. Утилизируемый ли он, можно ли его использовать повторно? Ну, здесь такой большой вопрос. Потому что, например, утилизация бетона. Очень многие говорят, например, что железобетон – это экологически чистый материал. Вот как раз по третьему критерию он не проходит. Да, в мире есть практика переработки этого бетона в новый бетон. Но это такие колоссальные затраты, и этот бетон становится золотой. Для того, чтобы организовать такие процессы переработки, нужно целое производство. Поэтому бетон, к сожалению, сейчас, ну, может, не к сожалению, а просто это материал, который не проходит по этим трём критериям, ваш материал можно считать условно-экологически чистым. Вот. У меня встречный тогда вопрос. Просто, ну, можно сказать, риторический. Если вот у газа силиката, да, пенобетон с добавлением силикатов, он имеет теплопроводность намного ниже, ну, как практически в два раза, чем, например, та же эковата или утеплитель. Ну, утеплитель современный. Так вот, зачем платить больше или делать дом холоднее? То есть, да, мы, вот, например, по опыту мы строили и газосиликатные дома, и строили дома какасные или там вот с утеплителем. Кстати, дома из соломенных блоков мы тоже строили. Но по цене выходит где-то одинаково, 15 тысяч за квадратный метр, что каркасные дома, что из газосиликата. Но каркасный дом получается в пять раз теплее за ту же стоимость. Вопрос. А стоит ли тогда использовать газосиликат? Я ответил на ваш вопрос? Ты мне такие вопросы задаёшь, как будто бы я тебе этот вопрос задавал. Я же не автор этих вопросов, я только зачитываю. Будем надеяться, что да. Так, далее, следующий вопрос. Ну, вот, что касается меня, у меня бы тоже были варианты и из кирпича делать, и из бруса делать, и из карандашей, то есть, точёный брус цилиндрованный, и из вот этих бетонов, там, блоков, стеноблоков, стеклопитов, и чего только не было. Вот у нас тут есть большой выбор. Но я остановился именно на соломе с применением там, где возможно, вот именно вот этого волшебного порошочка эковаты. Дальше идём. Александр, вопрос в эфир. Золотое сечение вы учитываете? Проекты самообеспечивающие, а всем разрабатываете? У нас была практика разработки проектов. Были у нас заказчики, которые заказывали дом по принципу шастру мостра, и также мы проектировали дом по сажирной системе. То есть, при необходимости, при необходимости сделаете. Идём дальше. Кстати, вопросов больше не принимаем, потому что вопросов огромное количество, и надо бы нам как-то уложиться в нормальные рамки, а не растягивать до следующего утра эфир. Александр, вопрос. Есть ли у вас модульное решение для удешевления? Возможно ли подключать к умной системе дома электромобиль? Ну, хороший вопрос. Темой электромобилей я действительно интересовался. Чуть отвлекусь, да. Ну, начну немножко издалека. Электромобили – это очень здорово. На южной территории, не в наши морозы. И я за то, чтобы электромобили сейчас производились и для нашей среды обитания, для наших морозов, чтобы их можно было использовать эффективно в нашем климате. Однажды я был на экофоруме, там было много экоактивистов, и я задавал такие вопросы экоактивистам. Кто, например, занимается раздельным сбором мусора, кто использует экологически чистые моющие средства, кто там носит одежду без синтетических волокон. И в том числе я задавал вопрос, у кого экологически чистый транспорт. И очень здорово меня прям впечатлило. Один из ребят, который там участвовал, он поднял руку, и у него автомобиль полностью на водородном двигателе. Вот. Если интересно, можно такой опыт перенять. Электромобили здорово, но, к сожалению, сейчас, на данный момент, либо устанавливается огромное количество аккумуляторов на них, чтобы перемещаться на приемлемые расстояния. И в холодное время они очень сильно разряжаются, просаживаются. То есть, подключить без проблем можно, но обеспечивать такой автомобиль на данный момент это будет неэффективно. На данный момент согласен, да, но сейчас появляется новая система хранилища электричества. Помимо аккумуляторов сейчас появляется то, чем хранить и без кислот, на принципе, конденсаторов нового образца. Так что скоро появятся. Пока их нет в пользовании. Да, да, да. В широком, в широком вот так вот. Пока они редки, но в ближайшее время, я думаю, уже появятся. И они быстрее появятся от того, если мы сами начнем уже управлять то, что называется экономикой своей жизнью. А не просто так слушать, когда нам что-то кто-то в ротик положит. Это тоже надо учитывать. По поводу водородного топлива очень интересная тема. Сам давненько занимаюсь, все отслеживаю нюансы. Поэтому буду рад знакомству с этим человеком. Вот, как там царь Гведон-то зовет вас в гости, да? Если только жив я буду, чудный остров навещу, Гведона погощу. Вот я призываю всех, кто этим занимается, со мной связываться. Давайте будем сотрудничать и думать, а что же делать дальше и как это правильно делать. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. А, тут я же не ответил по поводу модульного. То есть, может быть, вот я знаю людей, которые перешли на такой способ. Они в ангаре в большом, сухом, теплом, привозят туда эковату, солому, брус, то есть все материалы, прокладки, все привозят. Собирают там вот эти вот уже каркасы, то есть наполняют их, все закрывают, проверяют, чтобы там миллиметры никуда не убегали. Потом погружают их на машину и готовые панели везут и за неделю собирают полностью готовый теплый эко-дом. Ну, естественно, если там фундамент заранее уже подготовлен, это вот единственное, что надо к этому подготовиться. Или свайный, что для легких домов вполне подходит. Ну, или ленточный, если уж хотите там супернадежности. Кто-то вкапывает бункер себе там, что для эко-домов такого плана совершенно необходимости никакой не несет. Ну, вопрос в чем? Может быть, не заморачиваться со строительными какими-то бригадами, а вот собирать уже в ангаре готовые панели по проекту, привозить на месте, гаечки, винтики скручивать и говорить, мужик, женщина, мы вас поздравляем, у вас теперь новый дом за неделю, например. Отличное решение, мы к нему идем сейчас, и вот именно эко-микро-дома мы именно так и будем реализовывать. Для крупных домов нужно использовать крупные модули, то есть, соответственно, нужен достаточно крупный транспорт, который не везде проедет. И для крупных панелей уже необходимо использовать подъемную технику. И тоже это не везде возможно. Поэтому мы всегда исходим от вашей ситуации. Если у вас есть возможность использовать, подъехать к участку, использовать подъемную технику, мы можем крупными модулями собрать. Если нет, то мы сделаем вам конструктор более мелкий. Я почему про это поднял вопрос, потому что сам когда-то давным-давно эту технологию изучал, канадская технология, немецкая технология, финская. Там вот тоже модульные дома строили, то есть, разрабатывалась концепция такая. Молодая семья, папа, мама, ребенок приезжают, грубо говоря, в деревню, на какую-то сельскую местность. Им собирается небольшой дом одноэтажный, с плоской крышей, условно. Но с тем расчетом, что из них появляется еще ребенок, с завода приезжает несколько панелей, заливается фундамент, пристраивается, пропиливается пространство там какое-то, которое заранее запроектировано под дверь, и получается еще одна комната, крышу продлевать и так далее. Если вырастает семья, то уже второй этаж может достраивать или ширину. Вот эта вот модульная конструкция домов, она тогда мне понравилась, но это 90-е года были давным-давно. Так что это все интересно. Но только мне не устраивает сама система вот этих вот искусственных всех домов, которые в Канаде и у немцев, у финнов применяются, хотя сейчас тоже там экологичность очень активно продвигается, но вот тогда я это оставил из-за того, что экологичности было мало. Вот такая система, она, мне кажется, имеет на будущее какие-то перспективы. Плюс ко всему еще тоже такой подсказочка небольшая. Иногда бывает так, вот на каркас, на сам, на крышу, на пол хватает денег, а вот на утеплитель, к примеру, да, и вот на какое-то благоустройство внутри денег не хватает. То есть проект предусматривает, что если у тебя будет ванна, джакузи, условно, тут у тебя будет душ, тут у тебя будет это, это, это. Не то, что на это даже денег не хватает, а не хватает денег элементарно даже на утепление. Вот тут мои знакомые сделали так, с Эковатой, кстати, эксперимент провели. Они построили небольшой дом, все как положено, под крышу завели, но стены оставили пустые. То есть вот поставили каркас, все, летом они пожили, зимой уехали в город, потому что, понятно, без затепления там не поживешь. Летом еще нормально можно было как-то существовать, как дачный домик. А на следующий год подкопили денег, заказали этой карты, заказали вот этот фен, который наполняет. Приехали туда, дырок понасверлили, заполнили, заткнули, заделали. И у них второй год получился сезон, вполне теплый себе дом с Эковатой. Естественно, что там они сами заполняли, возможно, какие-то нарушения там они допустили при заполнении. Но суть не в этом. Если мастер сделает, он заполнение правильно сделает. Суть в том, что вот такая технология, в принципе, она позволяет растягивать удовольствие строительства на два, а может быть даже и на три этапа с учетом отделки, с учетом санузлов, с учетом мебели и прочего. То есть там в три-четыре этапа можно раздвинуть вот этот миллион или, может быть, два миллиона. Ну, это так вот мои мысли вслух, то, что называется, мои наблюдения. Да, ты практически повторил, сейчас рассказал историю одного из наших строительств. Мы строили дом в селе Борщова. Кстати, считается колыбель цивилизацией в Европе. Там обнаружен самый древний человек. Ну, это, к слову говоря... И как раз вот в том доме, как раз в том доме-то он и жил, да? Ну, давай дальше. Ну, у семьи было очень немного денег на старте практически, и мы им строили в два сезона. У них, они сначала, мы им закрутили свойный фундамент, они поднакапили денег, потом мы им поставили каркас под кровлю, оставили его зимовать, и на следующий день мы его утеплили и перешли к внутренней отделке. То есть, за два года они заехали в дом, сложили печь и теперь живут там. Ну, вот видишь, не только в вашем регионе, но и в других тоже такая система. Ну, скажем так, русские люди смекалистые люди, поэтому применяют то, что есть и то, что можно. Идем дальше. Светик Семицветик, вопрос в эфир. Александр, а вы в каком городе строите дома? Мы строим на всей центральной части, то есть от Питера и до Сочи у нас были проекты, заказы. И сейчас мы принимаем заказы даже из-за Урали на данный момент. Мы рассчитываем, насколько будет выгодная логистика, стараемся сократить расходы. То есть, домов за Уралом мы пока не строили. Но я думаю, если, например, смета будет приемлемая для вас, то почему бы нет? И тут сразу можно включить песню. От Волги до Енисея. И в ту сторону, и в эту, пожалуйста, строим. Ладно. Русь, ведическая вопрос в эфир. Сколько лет такой дом простоит? Как вам ответить на этот вопрос? Например, мне, в принципе, интересно зодчество, древнее строительство. Сколько стоят деревянные дома? Давайте так. Кто знает, ну вот, например, Кижи, да? Мало кто упоминает, например, дома в Канаде, которые до сих пор стоят. У нас же в войну нашу отечественную очень много домов погорело и было уничтожено. Но некоторые города до сих пор сохранились. И в них, которые избежали бомбежек таких, и в них до сих пор, например, в Тамбове сохранились дома, которые еще царского времени. Они деревянные, сделаны там из бруса, из дерева, по той технологии. Поэтому дерево, материал стоит столько, сколько вам нужно. Я не вижу, если за ним ухаживать, дом, как и автомобиль, как живое существо, то есть у вас есть лошадь, за ним нужно ухаживать, у вас есть имущество. Он обязательно, любой инструмент даже, мастер, он требует ухода. Так же и дом. Дом нужно осматривать раз в сезон. Нужно следить за тем, чтобы отмостка не была нарушена. Нужно смотреть, чтобы в крыше, не дай бог, что-то протекло. Например, были случаи, когда только возникает течь в кровле, небольшая, люди уехали, и дом начинает, ну или вот дом оставлен. Там деревня разъехалась, дом старый. Дом стоит, стоит, пока не нарушается целостность кровли. Как только целостность кровли нарушена, влага чуть попала, и дом начинает прямо на глазах таять, деревянный дом. Да, дерево боится влаги, но правильно, грамотно построенный по всем принципам и стандартам дом, если за ним будет надлежащий уход, он вам будет служить и вам, и вашим детям, и вашим внукам. Ты знаешь, я отвечу так, как человек, повидавший много домов разных, я отвечу так. Любой дом, неправильно сделанный, стоит недолго, первое. Второе. Любой дом, который используется неправильно, стоит тоже недолго. А вот то, что используется правильно, построено правильно, то в этом случае используется долго, а еще и с любовью поддерживается, так там очень-очень долго. Но многие, опять же, про соломы возвращаться, многие будут удивлены, что до сих пор, например, встречаются дома из соломенных блоков, из соломы набитой, которым по 300 лет. Казалось бы, уж солома, ну что такое солома, да? По 300 лет дома стоят. Ну, кстати, про кежи не совсем удачный здесь пример. Почему? Потому что кежи, они все там червоточины, ужасные, их там внутри уже народ стараются не пускать, потому что там уже каркасы металлические внутри, ну, вернее, опоры внутренние поставлены. То есть, снаружи вроде кежи, но проблема есть. И там вот ультразвуком, там и нагревом бревна нагревают, караеда убивают. А вот в Эковате, например, караед не заводится. Тем более, если деревянный дом, каркас обработать специальным составом, то караеда там тоже не будет. Поэтому вот если бы кежи вовремя обработали тогда еще, да, когда строили, то сейчас бы они стояли без каких-то подпорок и опорок. Вот, это надо учитывать. Правильная подготовка, правильное строительство, эксплуатация – это гарантия того, что ваш дом простоит много-много, не то чтобы даже там десятилетий, а столетий. У меня вот рядышком стоит домик, который только перевезен был в 1937 году, и он до сих пор стоит. У него еще дранка, вот рядом с нами стоит дом, который еще дранка, дранка, а на ней шифер. А откуда он привезет, люди не знают. И какого года, он тоже не знает. Я думаю, что он еще дореволюционный, а может быть, еще позапрошлого века. Вот это деревянный дом. Естественно, там некоторые углы сгнили, потому что те, кто здесь в этом доме жил до того, как мы здесь появились, это были ребята не совсем такие правильные образы жизни, им было плевать на то, что происходит вокруг, но и видно, и по дому там, и так далее. А так дом бы еще мог постоять, может быть, и 50, а может быть, еще и 100 лет. Так что ухаживать надо, правильно содержать. Русь Ведическая. Вопрос в эфир. Почем такой домик? Ну, ты уже ответил. Да. Идем дальше. Стеша У. Вопрос. Вы подразумеваете под умным домом что? И самоуборку, и прочие трудности? То есть дом сам себя как-то избушка-избушка. Не только встань ко мне передом, к лесу задом, а еще когда приберись внутри дома. Отличный вопрос. Можете завести робота-пылесоса, и он будет убираться у вас в доме. Такое тоже возможно сейчас. Но нужно ли это вам? Вот я вам так отвечу на этот вопрос. Стройте дом, в котором не нужно будет убирать огромные пространства, в котором не нужно будет закрывать комнаты и их не использовать. Стройте дом такой, который будет оптимально нужен вам. И тогда уборка не будет занимать у вас много времени. Согласен. Стройте дом не тот, который вам показался на картинке, а который в практике будет вам приемлем, пригоден и так далее. А то у нас любят так. 20 комнат построят комнату внутри дома, в одной сидят, живут, потом летом все время на улице, и через лет так 5 приходит вопрос. Может даже через 3. И зачем мы столько много комнат сделали? Зачем такой большой дом сделали? Его же зимой прогревать надо, его же надо убирать, ну и так далее. То есть, одна комната, в которой живете, комната для гостей. Ну, если у вас много гостей, ну, сделайте там, рассчитайте, сколько нужно. Ну, не надо с запасом делать. Это же не то, что, как это, у вас лежит типа картошки, да, запас из картошки делать, что надо есть. Это немножко другое. Вопрос эфир, Русь Ведическая. Сложно ли обслуживать умный дом? Там же много чего есть. Это как раз продолжение Стешинова вопроса. Да, вопрос электроники. В таком доме есть единый центр управления. Ну, это такая небольшая коробочка, которая у вас находится, например, в котельной, либо в холле, которая требует настройки. Когда система умного дома... Ну, даже нет, наверное, начать нужно так, что система умного дома имеет определенные опции. То есть уже дом, в котором есть датчики движения, которые регулируются ветом, это уже можно ее назвать технологией умной, потому что она вам будет экономить электроэнергию. Второй этап – это, ну, например, система защиты охраны. Не знаю, насколько они в экопоселениях имеют спрос, но, например, система регуляции температуры по помещениям. Вы уехали, где-то находитесь не в доме, и дом автоматически начинает регулировать температуру. Вы приезжаете к дому, вы можете дистанционно поставить температуру, то есть прогреть дом, грубо говоря. Там у вас 15 градусов, вы подъезжаете к дому, и до 23 выставляете, он за час у вас нагревается. Вот. Система таких умных домов, которые завязаны на интернет, они, конечно, требуют доступ в интернет. Обязательно. Первичная настройка идет... Идет обязательно мастером-специалистом. И последующее обслуживание может производиться дистанционно. Ну, как сейчас айтишники все, знаете, да? То есть нужно поставить какое-то программное обеспечение, он дистанционно, на котором заходит на компьютер, и все необходимые работы он выполняет. Точно так же можно сейчас обслуживать систему умных домов. И третья опция «Все включено» — это когда ваш дом не только регулирует температуру пополам, свет, освещение, он завязан в единую систему. Такой дом контролирует температуру... Ну, это система климатического контроля в каждом помещении. Да, и есть заказчики, которые уже созрели для этого и заказывают такие системы. Кроме того, этот дом управляется с голосом, например. Такой дом может с утра вам поставить чайник и сварить кофе, запустить роботов-пылесосов. Это не будущее. Я сейчас говорю не о каких-то эфемерных вещах. Они существуют здесь и сейчас. Ценники на них, конечно, были буквально 2-3 года назад серьезные. Но сейчас год за годом они снижаются и снижаются. За счет, во-первых, выпуска новых технологий, за счет снижения стоимости самого оборудования и так далее. Вот, наверное, вот так я отвечу вам на этот вопрос. За счет Китая, который много чего производит. Хотя пора, наверное, уже самим производить. А вот по поводу теплоты. Вот сравнивал ты 25 миллиметров вот этого материала и с деревом, да, что оно теплее, теплопроводность меньше, значит, потеплее будет. Как у нас в простонародье говорят, да, потеплый дом или холодный, да, вот потеплее. Вот я сейчас сижу, веду эфир с комнаты, где соломенная стена 50 сантиметров, окно большое достаточно. Вот у нас морозы доходили до 15 градусов. Я еще ни разу в своей комнате отопление не включал. Еще ни разу я у себя обогреватель не включил. Вот компьютер у меня работает, два монитора работают, две лампочки светодиодные. В принципе, все. И вот это говорит о том, что вот эта комната правильно утеплена, правильно сделана. Но учитывая то, что окна здесь самые дешевые, я бы их заменил и кое-что я бы исправил. Вот разобрал бы стены, кое-что исправил. То есть еще есть над чем поработать. Мне тут говорит о том, что эко-дома, где утеплитель 20, 30, 50 сантиметров, они достаточно хорошо себя показывают по сравнению с кирпичными домами, там газосиликатными и прочими. Когда привозили ко мне дрова, да, и отапливаем дровами дом. Надо учитывать, печка работает, большая печь. Так вот, когда привозят нам дрова, они смотрят, говорят, у вас дом такой здоровый, вы мало дров-то на зиму берете. Говорю, у нас еще остаются дрова. Говорят, да ладно, что вы, что там у вас? А в деревне нет ни газа там. То есть вот так вот. Поэтому эко-дом и правильно сделаем дом. Даже есть какие-то погрешности. Он как минимум будет теплее, чем кирпич в любом случае. Если сделано все правильно, он будет и по надежности не уступать кирпичу тому же самому. И говорят, вот пожары. Если уж дом горит, поверьте мне, то кирпичи тоже рассыпаются. Вот сколько я видел пожаров серьезных, не дай бог, конечно. Если горит внутри кирпичный дом, вот обычный, то в этом случае, если правильный сильный пожар такой, то, что называется, дом потом, как правило, реконструкция в том месте, где был дом, не подлежит его. Разбирают и за на склад. Потому что кирпичи тоже сильного жара не выдерживают. Это тоже надо учитывать. И вообще, да, мой знакомый один сказал, говорит, вы что все время говорите про пожары? Вы что, гореть собираетесь или жить в этих домах? Мне понравилась эта фраза, запомнил ее. Ну ладно. Можно я дополню? Вот как раз по пожарной устойчивости. Мало кто знает, что у дерева огнестойкость материала выше, чем у стали. Потому что при определенных температурах стали начинают течь. А дерево, оно сохраняет свою форму. И поэтому до сих пор многие перекрытия в больших там спортзалах, катках до сих пор делают деревянные крупные балки. Для того, чтобы перекрытия дольше стояли. На случай пожара. Далее повтор. Учитываете ли высаживание в своих проектах? Ты уже ответил, что если это необходимо, то учтете. Григорий Врачев. Вопрос два. Из чего сделан экоутеплитель, который вы закладываете в каркасе дома? Тоже был ответ. Экалата. Воронежского производства. Дмитрий Мирный. Вопрос эфир. Сколько будет стоить баня в комплекте гостевого дома? С комплектом, скорее всего, гостевого дома. То есть гостевой дом плюс баня. Я думаю, что такие вопросы смысла нет в живом эфире. А смотри, потому что есть множество нюансов. Я отсылаю, наверное, к тебе потом после эфире. Связывайтесь, общайтесь и решайте. Горловое пение. Вопрос эфир. Где посмотреть готовые дома и прочитать отзывы о нем тех, кто уже в них живет? Есть какие-то реальные отзывы? Не просто там сами написали, как у нас часто делают. Я такой-то живу там-то, мой дом построен тогда-то, у меня все хорошо, пятерочка там и так далее. А реально есть какие-то отзывы? Может, съемки какие-то уже людей, которые живут в таких домах? Да, я тоже дам обязательно координаты. Можно посмотреть на сайте, но сайт – это, опять же, неживое общение. Если вы хотите с нами строить и проектировать дома, я, конечно, есть у нас заказчики, которые относятся к этому лояльно. Потому что есть заказчики, которые, я всегда спрашиваю, ну, как вы против, не против, если мы, например, ваш дом выложим к себе в портфолио. Против, не против, если мы иногда дадим ваш контакт для того, чтобы вы ответили на вопросы. И кто-то говорит, да, с удовольствием, конечно. Приводите, мы даже пригласим к себе домой. Но есть люди, которые, к сожалению, отказываются от этого, ну, просто чтобы не беспокоили. Понятно. Каждый, как говорится, свой дом есть, свой дом. Поэтому, да, есть. Конечно, предоставлю. Дмитрий Мирный. Вопрос в эфир. Есть фотопроектов? Ну, опять же, да. Есть. Русь Ведическая. Вопрос в эфир. Минус цены материала и рабочим. Сколько остается фирме? А ну-ка, давай-ка, всю подноготную рассказывай. Сколько там ты заламливаешь процентов? Стоимость материалов, стоимость работ, и, ну, это называется еще накладные расходы и сметная прибыль, закладывается в соответствии с трудозатратами. Я вам так скажу. Вот представьте себе, да, 15 тысяч за квадратный метр. Вы можете где-то в среднем посчитать, сколько в итоге выходит дом. Вот. Вы можете прикинуть, сколько строительные материалы стоят. Вы можете прикинуть, сколько по... Ну, то есть для того, чтобы построить дом, это не один человек. Это строительные бригады, это мастер, это инженеры-проектировщики, которые проектируют... Кстати, уникальные проектировщики, которые проектируют дом именно по энергоэффективной технологии. Таких проектировщиков очень немного у нас. Это инженеры, которые делают тепловые расчеты и проектируют внутреннюю систему инженерную. Таким образом, чтобы она еще могла связываться с автономными системами. Это мастера бригады, это прораб, это я как руководитель проектов. И в том числе есть логистика. То есть я вам... Ну, по-честному, я вам не открою эту тайну, но я вам могу сказать, что мы работаем по совести. Вот так вот. Открой тайну золотого ключика. Вот надоест мне все дело, достанут меня глупыми какими-то вопросами и так далее. Закроюсь ото всех и начну строить эко-дома. Да, опыт большой уже есть. Могу и про рам, могу и просто гвозди подносить. Легкая будет жизнь. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Денис Макомиколаевич, вопрос в эфир. Двусторонний счетчик. Где в Белорусской ССР купить? Кстати, и в России. Где его купить? Вот ты сказал, что проект с весны вроде уже можно будет делать, но с этого года можно делать. Я вот и тебя первый раз слышал, что наконец-то у нас это все включилось. Вот ты встречал такое? Где это можно приобрести? Сейчас они уже в свободном доступе в магазинах электрики. То есть спрос рождает предложение. И уже на рынке они появились. Посмотрите в интернете, вы их не обойдете страной. Все, они уже есть там. Грамотный ответ ищите, да найдете. Дальше вопрос в эфир. А на Эковату есть ГОСТ? Да, есть сертификат. Сертификат соответствия ему есть. Тоже я вам обещал выложить технические характеристики этого материала и там же я приложу сертификат. Не забудь, пожалуйста, обязательно все, что обещал, а то потом будут спрашивать. И, естественно, координаты, чтобы с тобой связаться. А то есть всем рассказал там это красивых историй, а потом раз и что-то забудешь выложить. А потом тебя попробуй найди. Максим Шкарбин, Шкарбан, прошу прощения. Вопрос эфир. А почему не используете коноплянную костру или солому в качестве наполнителей? Вот, кстати, насчет соломенных домов. Ты живешь в таком доме. Мы такие дома строили. Строили соломенные бани. Строили дом из крупноформатных соломенных блоков. То есть это стена метровая такая. Дома получаются очень теплые. И солома вообще это природная нанотехнология. Если правильно заготовлены соломенные тюки, то сама соломинка она там не сломана. Она является целиковой. И эта соломинка она внутри уже содержит в себе воздух. А воздух самый идеальный теплоизолятор. То есть представляете себе это утеплитель с природным нанотехнологием. Технология эко-технология будущего. Про Костру конопляную. Да. Конопля сейчас на рынке. Ее конопляные утеплители сейчас представлены только немецким производителем. По крайней мере если вы нашли хорошего отечественного производителя доступного, у эко-ватты хорошая цена. у нее хорошие показатели. И если сравнивать два утеплителя, мы берем доступный утеплитель, который отвечает всем характеристикам и который еще экономичный. То есть в закупке эко-ватта она дешевле, серьезно дешевле, чем сейчас обычные стандартные утеплители. если у вас есть какие-то координаты, я тоже вас очень прошу, если у вас есть информация по эко-материалам, мы ее всегда смотрим, отрабатываем, тоже скидывайте ссылки, делитесь информацией. Сейчас у нас беседа не такая, что у меня опыт строительства, я вам рассказываю, как строить. Нет, это открытый совершенно диалог, я всегда открыт к развитию. Если у вас есть полезная информация, если у вас есть опыт в строительстве, вы пользуетесь какими-то материалами, эко-материалами отечественного производителя, которые себя хорошо показали, обязательно делитесь информацией, я буду вам только благодарен. Кстати, вот по поводу конопли, многие считают, что конопль сейчас запрещено выращивать, на самом деле есть аграрные несколько сортов конопли, которые разрешено официально выращивать, и люди этим пользуются, и такие сорта конопли, подтвержденные документально, что они не содержат вот этого самого дурманиващества, или содержат его в минимально допустимом количестве, они разрешены в Российской Федерации, и можно на этом делать очень-очень хороший на сегодняшний момент то, что называется бизнес, дело свое. Так что имейте это в виду, и подумайте, почему наши предки в огромном количестве производили коноплю. Там, где есть рядом какой-то завод по производству правильного дерева сухого, там, где есть бригада специалистов, которые способны, или мастеров, которые способны производить такие дома, имейте в виду, что вот эти остатки конопли, которые остаются в поле, которые не пошли на изготовление тканей, они прекрасно могут быть утеплителем, прекрасно могут там применяться. То есть из конопли можно произвести очень много чего интересного, а у нас почему-то ее вот раскуривают идиоты, находятся, которые применяют не по назначению. Уж извините за грубое слово. Дальше. В каком регионе вы работаете? Был ответ в Воронежской области. Смоленская область включается? Да, я сам родился в Смоленской области. О, землянка, понятно. Да, да, и с удовольствием там поработаем. Хорошо. Роман Носов. Вопрос эфир. Здравия, Александр Алексеев. Есть ли опыт строительства таких домов на Урале? Ну вот, я уже сказал, да, я уже говорил, что на Урале и за Уралом мы не строили пока, но заказы принимаем. Если по расчету вам будет приемлемо, если мы сможем снизить стоимость и каким-то образом снизить стоимость доставки, логистики, найдем такой вариант, то почему бы и нет? Мы приедем, построим вам и доставим все материалы. Дальше. Анжела Шемшур. Вопрос. Что это глиняная штукатурка или что это глиняная штукатурка? Вот надо понять. И к чему это вопрос? Потому что было указано, что глины в данном случае не пользуются. Соломенные дома еще, да, саманы штукатурят, соломенные дома штукатурят, а вот эко-вату штукатурить, наверное, смысла-то и нету. Ну, я, наверное, отвечу так. Может быть, имелось в виду, чем отделывать такой дом? Плиты МДВП, которые являются как раз закрывающим материалом защитным утеплителем, они идут под любую отделку. Причем они имеют структуру шип-паз. Я, может, сказал, может, не сказал. То есть они стыкуются друг с другом, у них нет шва, который будет продуваться, не нужно укладывать плиты в разбежку. и на этот материал он получается стена очень ровная. На него уже можно класть, ну, не скажу, что чистовой, но два слоя штукатурки будет достаточно. Штукатурки, которые применяются для, естественно, фасадов. Далее Азмьес, реплика. Расскажите что-нибудь от домовых, как кормить, что едят, что живут в стенах. Мы будем сегодня про домовых рассказывать или все-таки дальше пойдем? Я сейчас живу вот в своем доме, я домового подкармливаю. Он отвечает взаимностью. Аналогично. Хорошо. Ну, я думаю, что в другом эфире мы про домовых и духов поговорим служебных, а идем дальше. Владимир Заболот на вопрос эфира. Здравия, Александр. Что по мне, так эко-дома это чистейшее зло, потому что вы строите эко-дома, а кто построит к ним детские сады, поликлиники, школы, магазины, транспортную структуру и тому подобное. То есть вы продаете иллюзию экологии, жители будут ездить в соседние поселки, жечь уйму бензина, чтобы купить продукты, работать, а мусор будут выкидывать в лес. Или так, а мусор будут выкидывать в лес? Александр, экологией мозгов нужно заниматься в первую очередь. Делом надо заняться, короче, Александр, делом. Я отвечу на этот вопрос. Ну, и чтобы ответить на ваш вопрос, здесь нужно раскрывать тему именно проекта экопоселений «Дом солнца». У нас был анонс, там было заявлено четыре темы. В рамках одной передачи мы точно их не успеем раскрыть. И в том числе четвертой темой был заявлен проект экопоселений нового типа «Дом солнца» с внутренней экономикой, инфраструктурой, собственными экологическими чистыми производствами. То есть экопоселения, которое опирается на принципы экологии и как раз создаёт внутреннюю структуру для того, чтобы мы не ездили в посёлки, а работали внутри, создавали материальные ценности, занимались любимым делом и работали во благо своего дома, вот этого посёлка. Ну, а дальше уже во благо окружающей среды, природы, страны в целом и планеты. Я думаю, если пригласить, мы обязательно об этом поговорим и раскрою эту тему. Поговорим, поговорим. А я вот Владимиру хочу ответить. Владимир, а скажи, пожалуйста, а разве «Экодом» виноват в том, что мусор выбрасывают куда-то вот в лес? Разве те, которые живут в кирпичных домах, не гадят в лесу? Мало того, те, которые строят «Экодом», у них наоборот повёрнуты мозги в ту сторону, чтобы не гадить. Так что не принимаю по поводу выброса мусора в лес. Это первое. Во-вторых, а те, кто живут в отдельных домах, не экологически чистых, они что, не ездят в больницу лечиться? Мне кажется, они чаще ездят в больницу лечиться, потому что экология у них может быть намного хуже, нежели чем в «Экодоме». Может быть, они здесь же в своём доме работают, в кирпичном или деревянном? Думаю, что нет, они тоже ездят, так что они трачат уму бензина, чтобы купить продукты, чтобы работать, чтобы съесть в магазин. Я что-то, Владимир, вопрос не понял. Ну, честно говорю, не понял. Давайте дальше рассматривать. Дмитрий Мирный, вопрос эфир. Какая доска? Дуб, лиственница, сосна? От себя такой. Может, красное дерево? Для конструкции используется строевая сосна. северная. Ну, мы используем. Если хотите заложить не то чтобы качество, а долговечность, я не знаю, стоит ли использовать лиственницу, как Исаакиевский собор стоит на лиственнице. Если вы хотите построить ещё один Исаакиевский собор, давайте использовать лиственницу. Давайте. Каждый дом у нас будет Исаакиевский собор. Зато очень красиво и эстетично. Строевой сосны, северной вполне достаточно. Почему, кстати, северная тоже, а не южная? Мы использовали, пробовали использовать лес средней полосы и южной. К сожалению, в нём очень много сучков и узловатых вкраплений. северный лес там определённые климатические условия, когда лес вытягивается и когда при распиловке его не так ведёт. Получается, минимум отход. Понятно. Идём дальше. В общем, дело вкуса, но технология предусматривает такое, что дом качественный, с каркасом и сосны прекрасно себя ведёт, причём и с северной. Идём дальше. Максим Шкарбан вопрос вот такой прислал. Сколько домов вами уже построено? Сейчас нами построено порядка 14 домов экологически чистых. У нас компания полного цикла. То есть, мы занимаемся проектированием, строительством, дизайн-проектами, внутренней отделкой, ремонтами, ландшафтным дизайном и облагораживанием территории. И как раз основным нашим направлением, как это называется, флагманом, является экологически чисто энергоэффективное строительство. Если бы мы не занимались классическим строительством, мы бы не отработали, мы бы не нашли эту технологию, мы бы не пришли в итоге, как говорится, из песка, мы намывали долгое время золото. И вот этим золотом мы хотим с вами поделиться. Вот так вот я вам отвечу. Опять вопрос, сколько стоит дом под ключ, ты уже неоднократно отвечал, и в метрах приводил, и общую площадь. Дальше еще уточнение уже про 200 квадратов. Анжела Шемшур, вопрос Алексею Орлову. Скажите, а стен внутри чем вы помазали, обработали свои блоки? Ничем не мазал, ничем не обработывал. Как привезли их, так и заложили. Дмитрий Мирный, вопрос в эфир. Самочувствие такое же хорошее, как и в бросовом доме? Это к тебе вопрос. Да, вполне. Нужно понимать, что каркасный дом, ну вот, по этой технологии, он также состоит полностью из дерева. Как я уже говорил, это дерево в разных агрегатных состояниях. Просто технологическим сырьем является дерево, а в итоге получается дом. Из дерева получается утеплитель, из дерева получается несущий каркас, из дерева получается обшивочный материал, отделочный материал, например. Мы, кстати, тоже у нас есть, мы сейчас запускаем производство экологически чистой, экологически чистого кровельного покрытия гонта, именно не пиленого, а коботового. Вот, и поэтому мы сейчас и крыши наши кроем, гонтовой черепицей, и получается у нас дом весь из дерева. То есть вопрос так же, как в брусовом, да, потому что и то, и другое, это фактически дерево. Ко мне, когда приезжают, говорят, такое ощущение, что мы где-то на улице сидим, стен не чувствуем. То есть вот такие дома, которые сделаны правильно, очень легко в них находятся, нет этого давления, которое часто люди в городе испытывают или в каменном доме. Вот стен реально не чувствуется, как будто бы вот ты находишься в природе. Вот эко-дома вот такого плана, они очень хороши в этом отношении. тут пишут, я дымового боюсь, у меня их нет, я дымовых боюсь. Вот вопрос про дымового, да, лохматый, небритый. Это про меня, что ли? Просто лохматый, небритый, на меня, посмотри, что меня боятся, я хороший, стеши, не переживай. Они такие же, как и я, ласковые, даже мягкие на ощупь, когда бороду трогаешь. Так, дальше про самочувствие говорили. Для Краснодара нужна такая толщина стен, как для севера, спрашивает Дмитрий, мирный. Нет, конечно, нет. В Краснодаре свои определенные условия, там достаточно жарко летом, поэтому принципы энергоэффективности разворачиваются чуть в другую сторону. Там применяются технологии при проектировании для того, чтобы снизить перегрев дома. и, соответственно, помещения, комнаты располагаются таким образом, чтобы, наоборот, дом не перегревался, а, наоборот, летом охлаждался. Ну, и, соответственно, ну, вот, кстати, очень интересный опыт, вот если взять мороженое, да, и завернуть его в шубу, растает оно или нет, или взять кусочек льда и кинуть в термос и закрыть плотно, растает он или нет. Мороженое, оно сохранит свою форму и кубик льда не растает в термосе. Попробуйте. То есть, получается, что энергоэффективный дом, максимально утепленный, он сохраняет ту температуру в доме, которая в нем есть. Если мы этот дом внутри охлаждаем, то он максимально долго будет поддерживать прохладную температуру. Он не будет перегреваться. И если мы этот дом нагреваем изнутри, значит, он будет поддерживать температуру в доме теплую. То есть, в таком доме зимой тепло, а летом в таком доме прохладно. Согласен. Согласен. Далее, далее. Я не поняла, фундамент нужен такому дому? Анжела спрашивает. Да, обязательно нужен. В основном мы используем свайные фундаменты, свайные винтовые фундаменты. Для каркасных домов они вполне приемлемы. причем каркасный фундамент он практически универсальный. Он устанавливается как и на сложных грунтах, так и на обычных глинных сублинках. Он устанавливается и когда поверхностные воды достаточно близко находятся, и когда совершенно сухой грунт. Просто определенным образом такой фундамент проектируется, проверяются нагрузки, закладывается определенная длина этого винтового фундамента и на него ставится дом. Все-таки проще винтовой вы используете, то есть не кисе какой-то, не просто пробуриваете, а именно винтовой. Закрутил и забыл, да? Да, да. Причем он даже иногда, но в труднодоступных местах не нужно тянуть электрическую установку туда и закручивать механическим способом. Такой фундамент устанавливается даже вручную. Такие два ослика вокруг ходят, да, с длинным шестом и вкручивают этот винт в землю. Можно ослики научно мастера? Ну да, я про себя и имею винду. Напарника берешь такого же ослика и крутить вдвоем. Да, хорошо. Василий Васильевич, вопрос в эфир. А разве наши старики не понимали, что делают при строительстве своих теремов и домов? Ведь рубили с кругляка медали, про строительные госты и нормы. Вот такой у нас суровый Боцман Васильевич вот такие суровые вопросы присылает. Отличный вопрос. Я говорил, что я интересуюсь древним зодчеством, изучаю строительство, в том числе и сожженное строительство и дома из дерева, которые строятся на территории Сибири. Но так получается, что дома строятся из того, исторически так сложилось, но издревле, не исторически правильно говорить, издревле так сложилось, что дома строятся из тех материалов, которые доступны. То есть, например, на Подонье, в Воронежской области, в лесостепной зоне, строят как? Это глинобиты. То есть, глины много, соломы много, собрали урожай, сделали глинобит, ну, хатки-мазанки, да, знаете, на территории Украины, на территории Подонья, казачества, жили в хатах. Еще моя мама, моя бабушка мне рассказывали. Вот. А на территории лесной уже, да, уже рубят лес, ставят, собирают из бревна дома, также строят тюрема. И даже сейчас современной логистикой построить дом в Краснодаре из бревна дороже, серьезно дороже, чем построить такой дом в средней, на средней территории и на севере. Вот здесь скорее вопрос целесообразности. Согласен, согласен. Тем более, что мы иногда не учитываем, что вот этим тюремам, домам, избам, хатам, им, в общем-то, не так и много с точки зрения исторического нашего прошлого времени. Где-то там, может быть, 300 лет, ну, 400. Дальше уже с трудом что-то такие дома можно найти, там, лет по 500, вряд ли найдем уже дома, да? Где-то там вот 100, ну, 200, 300 лет, это я уже больше что-то не припоминаю. А то, что делали раньше, вот у меня большой вопрос. Ведь и климат несколько отличался, и знания несколько отличались. К примеру, вот так вот, просто для справочки, если позволишь. Встречал технологию интересную, к сожалению, убрали автора технологии, который восстановил древний способ получения из глины настолько плотного материала, который крепче и упружее был, чем, к примеру, какой-нибудь алмаз. из глины, из обыкновенной глины, которая под ногами, была разработана технология в советские времена, которая позволяла просто подогнать машину, производить. Хочешь, черепицу тебе произведут, хочешь, тебе блоки стен произведут, хочешь, тебе кирпич произведут из этого глины, который будет и тепло держать, и огонь любой будет выдерживать, и пули его не пробить, хочешь, тебе плитку на пол. Вот прямо одна машина могла это все делать. Ну, кому-то не понравилось, это человека просто убрали, его лабораторию просто разворовали и растащили. У меня предложение всем, кто знаком с этой технологией, давайте пообщаемся, вот так в открытую говорю, те, кто знакомы с этой технологией, производства из глины, вот этого чудесного материала, давайте пообщаемся, есть о чем подумать. Так что, то, что делали там, например, тысячу, две, десять, сто тысяч лет назад, откуда берутся эти мегалиты, монолиты, мегалиты, и не знают, как они были сделаны. Это говорит о том, что технологиями мы обладали очень-очень значимыми, не просто из дерева умели строить, не просто мазанки делать, а еще много чего другого. Так что, на месте, в каждом месте, я с тобой согласен, применялся тот материал, который был в большом достатке, который подходил для строительства в этом месте и который обеспечивал комфортные условия проживания. Вот здесь мазанки, здесь саман, здесь отдельно солома, здесь каркас, например, здесь закидняк, здесь уже, например, то же самое брус, там кто-то распиливал, или частичный брус половинчатый, кто-то целиком кругляк брал, вот, все по месту. Так, Николай Вилков, мыши, щели, усадка, фундамент свайный, фундамент свайный, ты ответил, про мышей поговорили, про усадку поговорили, про щели, ну, можешь про щели говорить, хотя можешь на все и ответ дать. Усадка, кстати, про усадку я не сказал, дом из бревна, великого секрет, да, действительно, он дает усадку, то есть, когда ставишь сруб, обязательно нужно выждать год, делаются зазоры, делаются, специальные винты ставятся, дом из бруса также дает усадку определенную и тоже ставятся компенсаторы в такой дом. Дом каркасный не дает усадки, во-первых, почему, потому что мы уже используем сухой калиброванный материал, во-вторых, усадка по длине бруса, она не такая большая, как по, ну, усадка вдоль волокон, не такая, как усадка поперек волокон, и поэтому, когда дом собирается в дестоик, соответственно, он дает усадку там порядка миллиметра двух, которые совершенно незначительные. По поводу мышей, по-моему, мы поговорили, и по поводу щелей, конечно, мы тоже уже говорили о том, что важно, кто дом строит, насколько мастера опытные, потому что один и тот же каркасный дом можно построить хорошо и можно построить плохо с щелями. И здесь вопрос уже доверия к мастеру. Вот по нашей технологии дом полностью закрывается, то есть можно еще его назвать по принципу термоса, да, потому что так как он собирается шип-паз, внешняя обшивка, по углам он также собирается специальным определенным узлом, и получается, что весь периметр контур здания по стенам он отсечен, нет никаких щелей, причем для энергоэффективных домов щелей это зло, и мы очень строго следим за тем, чтобы не было ни мостов холода, ни щелей в таком доме. я с тобой полностью согласен и проверено неоднократно, вот везде у нас строят, хотя я знаю эту технологию, я показал как чего, но как-то все равно недоверие есть, и люди все равно строят, стараются из бруса, вот потом начинаются эти все, брус начинает вести, даже брус, который, казалось бы, профилированный, все равно укладут, все равно начинают его разворачивать, потому что никто не следит за центровкой, когда брус делают так, побыстрее, напилят его, естественно, что чуть-чуть от центра ушел, он начинает вокруг оси разворачивать, и поэтому, смотри, щель образовалась, дальше усадка, обязательно надо подкручивать, вот эти вот болты, там, да, на которых опорочки идут временные, подкручивать, откручивать, если там какие-то вертикальные есть, они же не усаживаются, а сам дом отсаживается, ну и так далее, где-то здесь забыл, начинаются проблемки, где-то там больше открутил, тоже проблемки, как у нас знакомый один про раб Василий рассказывал, ну, построили дом, все из бруса, уехали, через два года мужик звонит, говорит, что мне за домом построили, щели сплошные, говорит, как щели, ну так вот, приезжайте, мы приезжаем к нему, вот, а он там уже живет, печка у него там вовсю топится, топит постоянно, то, что щели, на самом деле, смотрим, щели, большие щели, ну и начали разбираться, в чем дело, а я смотрю, говорит, у него вот эти вот металлические штучки, на которых опорки идут, они не откручены, то есть они как были при строительстве уложены, так и есть, говорит, а ты вот эту штучку когда-нибудь эти вот раз, два, три, четыре, ты их откручивал когда-нибудь? Зачем? Говорит, ну мы же тебе сказали, надо их через год там подкручивать, откручивать, чтобы дом осаживался, нет ни разу, то есть, понимаешь, бревна высохли и образовали щели, и вот они, говорят, когда открутили, такой скрежет был, дом оседал, то есть они подкрутили вот на самом деле бревно, оно имеет усадку, то есть за этим надо следить, ну много чего надо следить за тем, чтобы обрабатывать, если крыша там где-то чуть-чуть не продлили крышу и затекает на дом, на деревянный, проблемка есть, то есть многие закрывают сейчас дома деревянные, делают там сайдингом или чем-то еще, чтобы вот поменьше заниматься обработкой там бревна и так далее, но это отдельная история, о чем мы сейчас не про то говорим. Так, про фундамент, да. Секунду, я прям дополню по поводу дома из бруса. Очень наглядно можно прям сравнить, стена у брусового дома, она полностью из дерева, ну логично, брусовый дом из дерева, то есть брус, он там может разной площадной быть в зависимости от того, сезонный дом или для постоянного проживания, вот, у дерева теплопроводность в два раза ниже, тут даже порядка трех-четырех раз ниже, чем у эффективного утеплителя. Ну, при том, что кубометр леса сейчас стоит порядка восьми тысяч, ну, у нас, ну, я не беру сухой, да, я беру прямо вот в закупке, вот, а кубометр утеплителя стоит эковата, например, четыре тысячи. Материал теплее, материал дешевле, зачем платить больше? Прямо как в рекламе, да? Зачем платить больше? Дальше, Стеша, у реплика в эфир, скажи, а ты сам живешь в квартире? Нет, я сейчас живу в доме, живу не в эко-поселении, тоже это отдельный вопрос, как раз у нас вот была заявлена тема о том, как мы создавали эко-поселение, и в итоге, там, может быть, в следующих эфирах я разберу вопросы о том, на какие грабли нам удалось наступить, да, и разберу прям подробно те ошибки, которые встречаются прямо при создании эко-поселения с нуля. То есть сейчас я живу в доме, в частном доме, в исторической части города Воронежа, у меня здесь есть внутренний двор, небольшой сад, участок, по утрам, ну, летом, по крайней мере, поют птицы, заваливают вот сейчас сугробами, сегодня прям солнечный, морозный день был, очень здорово. Да, так что сейчас я живу в частном доме, не в квартире. В квартире, конечно, было тяжеловато. Прошлым летом был в Воронеже, очень мне город понравился, интересный город. Идем дальше. На улице Лизюкова не был, сразу отвечаю тем, кто спрашивает постоянно про улицу Лизюкова. Рядом проезжали, да. Не видел этого кота. Идем дальше. Максим Шкарбан, вопрос в эфир. Эковата, у нее же нет тепломассы, то есть она не накапливает тепло. К примеру, наибольшую тепломассу имеет камень, а наименьшую – минвата. Как же решить данный вопрос? Очень хороший вопрос, очень правильный вопрос. У каркасного дома есть такая проблема – это аккумулирование тепла. Вот как раз материал МДВП, которым зашиваем, мы долгое время искали решение этой проблемы, потому что ОСБ, которым зашивают обычно там фанера, они не имеют… Ну, во-первых, они все клеены чем попало, фенольными клеями. Их нельзя использовать в экологически чистых домах. МДВП имеет нужную плотность и толщину для того, чтобы эту термомассу соблюдать. То есть, например, все, что имеет высокую плотность, то… Ну, камень, да? Камень мы берем, камень всегда холодный. Я тоже расскажу, что такое термомасса, для того, что… Кто не знаком с этим термом? Для того, чтобы камень нагреть, его нужно очень хорошо вложить в него энергию, бросить в костер. Но если мы берем этот камень, и потом он лежит, он очень долго во внешнюю среду отдает тепло. Это как вот каменка в бане, да? Мы нагрели, и эти камни долго-долго отдают тепло. Также по этому принципу все русские печи сделаны. Печь прогревается, и потом долго-долго отдает тепло свое. Вот как раз в каркасном доме вот эти 25 миллиметров МДВП, достаточно плотного материала, они дают вот эту термомассу. И дом прогревается, и за счет вот этого материала деревянных полов, деревянных конструкций и МДВП он поддерживает вот это тепло долгое время. Ты знаешь, я вот от себя тоже добавлю, утеплитель, он не для того, чтобы содержать в себе тепло, а он для того, чтобы тепло сохранять. Поэтому вот я, например, не заморачиваю, нет такого вопроса, а что у тебя аккумулирует тепло, кроме печи? У меня стоит печка до потолка. И в морозы просто вот напросто там подбросил там пару-трех дровишек, они там тлеют потихонечку, тлеют, тепло, печка горячая, смотришь, заканчиваю. Ну, еще пару дровишек подбросил, прикрыл, чтобы поддувал и еле-еле там щелей, чтобы прокиски ебал. Они там что-то шуруют сами по себе там на часика два-три эти дровишки тлеют, что тепло, печка горячая, горячая. Вот она аккумулятор тепла. Она аккумулятор тепла. Она раздает тепло по дому. А вот то, что вокруг нее, это то, что не позволяет теплу на улицу улетучить. То есть тундру не надо топить. А у нас постройки все, например, кирпич строят, вот он якобы аккумулирует тепло. А зачем его аккумулируют, чтобы передавать тундре? Ну, зачем? Потом снаружи начинают его утеплять различными пластиками или камнем, да, вот этим ватой, минеральной ватой и так далее. Потом еще вентилированный фасад надо сделать, закрыть и так далее. То есть здесь целая проблема. Надо утеплитель, он должен сохранять тепло. Это как вот куртку. Вы одеваете куртку или шубу, идете на улицу. Но вы же не одеваете камень на себя, не одеваете железо на себя, которое может содержать тепло, накапливать. Вы и сами тепло. Вы и сами тепло. А вот эта шуба или там куртка с утеплителем, они сохраняют ваше тепло. Вот дом так же. Внутри тепло находится, а вот это вот окружение, неважно, это вот вата или это солома или что-то еще, они для согревания тепла, не для аккумуляции. Плюс ко всему, если уж вы хотите, чтобы равномерно как-то все сохранялось, но бейте там вагонкой имитацией бруса или положите какое-нибудь там внутреннее дерево, что-то, если вам нравится, и будет у вас прекрасно все замечательно. Будет снаружи прекрасный слой утепления, а внутри будет эстетика и дополнительный каркас, на чем можно, например, прибить картину, повесить. Потому что многие спрашивают, а вот на чем вот в таком домике ниф-нифа и нуф-нуфа и наф-нафа повесить картинку? Туда же вот не забьешь, вот в дерево, пожалуйста, забьешь, в бетон просверлишь, тоже забьешь какой-нибудь гвоздик, на них можно картинку повесить. А вот в такой домик картинку не повесишь, ваши там всякие евроремонты и прочее, они рассыпаются. Так что на вкус и на цвет, как говорится, товарищей нет, но голова не током, чтобы шапку носить. Делаем как надо. Ну что ж, все вопросы мы зачитали? Нет, хочешь что-то добавить? Добавляй, пожалуйста. Да, я раскоснусь вопроса сохранения энергии. Прямо коротко расскажу о одной технологии, которая очень важна в энергоэффективном доме. Все говорят о строительных материалах, из чего строят, об утеплителях. Но мало кто говорит о том, что каждый дом должен дышать. А что такое легкие дома? Это вентиляция. Вот сейчас как вентиляция организована в домах? Все говорят про естественную вентиляцию. Если в печь, кстати, если брать старорусские дома, вентиляцией являлась дымовая труба. то есть открывали подувалы и естественным образом образовался микроклимат в помещении. Но каким образом работает эта вентиляция? Обязательно должен воздух приходить в помещение и уходить, удаляться из него. Тогда будет постоянно свежий воздух. Вот в естественной вентиляции приточкой является неплотность рам, окна. То есть вентиляции по такому принципу нужно всегда что-то открывать. Например, окно. Раз, проветрили, закрыли. А что такое открыть окно зимой? Это значит, что мы открыли и все наше тепло, которое мы аккумулировали, жгли дрова, расходовали электроэнергию, оно раз и улетело. И нам нужно опять нагнетать это тепло. Тепло нагнетается, но для того, чтобы нам проветрить помещение, мы раз, опять открыли окно и опять тепло улетело. Вот как раз этот вопрос решает система вентиляции с рекуперацией тепла. Если вы встречались с таким понятием, отлично. Что это такое? Это принудительная вентиляция, она делается даже на одну комнату, это не обязательно какая-то сложная разводка труб, большая какая-то установка. Это может быть вентиляция, если дом небольшой, в одно помещение или в два помещения ставится через стену, получается так, что у нас имеется теплый воздух в помещении, он выходит через эту систему и с улицы, например, холодный воздух, он заходит и догревается через теплообменник воздухом выходящим. И получается, что у нас уже заходит в помещение воздух догретый, было минус, а стал плюс 5, плюс 10. И уже он комфортный. И, соответственно, нам не нужно тратить электроэнергию для того, чтобы снова нагреть. Да, кроме того, нам не нужно открывать окна для того, чтобы проветривать, потому что у нас есть и приточка, и отточка. Такие системы ставят сразу фильтры. И воздух получается все время, и обмен воздуха закладывается так, чтобы за час воздух в помещении обменялся два раза. Это норма, стандарт. И вот все энергоэффективные дома наши мы обязательно комплектуем в систему рекуперации. Она сокращает тепловые расходы на отопление до 40%. А порой и 50%. Хорошо. Ну что же, пришло время нам подводить итоги сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, расскажи что-то доброе, вечное в конечном итоге. Подведи жирную черту. Ну, кому доброе, вечное? Нашим слушателям и зрителям. Я, конечно, рад с вами встретиться. Пусть это онлайн-эфир вот такой вот виртуальный, но я чувствую, что вы меня слушаете, что ну, это практически как мы с вами собрались за чашкой чая. Вот у меня здесь даже небольшая чашка чая есть. И я надеюсь, что мы в итоге, если не станем близкими, добрыми, друзьями, но во всяком случае я рад нашему знакомству и в итоге надеюсь, что мы с вами подружимся. Я всем желаю, у кого нет дома, обязательно прийти к своей цели, обязательно построить дом, ну, вырастить сына, посадить сад. Это, конечно, вечно. Вот. Всем желаю достигнуть этой цели. Это не так сложно, не так тяжело, как считают. Дом можно построить за один строительный сезон. Причем, начав, например, вот сейчас уже, можно построить этот дом, ну, отпраздновать Новый год в нем. Это вполне реально. Причем, ну, как все говорят тоже, а сколько стоит дом? Наверное, это очень много денег. Но нет. Мы, например, вот в рамках нашей компании наши инженеры, они исходят исключительно из вашего бюджета. Вы, например, скажете, вот у меня есть 500 тысяч, что я могу построить за эти деньги? И мы вам спроектированно построим дом на 500 тысяч. Это тоже вполне реально. Мы просто вам скажем, какие нужны ключевые факторы выполнить для того, чтобы дом построить за 500 тысяч. У вас есть миллион, мы вам построим за миллион. Если вы скажете, мне нужен дом вот такой-то, такой-то, у меня есть бюджет в 3 миллиона. Что я могу, чем я его могу наполнить? Мы вам построим дом за 3 миллиона. И он будет очень комфортный, содержательный, автономный и энергоэффективный. То есть действуйте, сделайте первый шаг, заполните техническое задание обязательно, сгенерируйте свою идею. Когда у вас будет полное представление о том, что вы хотите, намного проще будет ее реализовывать. А я, мои друзья, наши сотрудники, специалисты всегда вас проконсультируют. это совершенно бесплатно, не пугайтесь. Мы не будем говорить, что вы занимаете наше время. Нет, конечно, нет. Консультация всегда полностью бесплатная. И вот так, как мы с вами разговариваем в эфире, вы можете позвонить, написать, и мы ответим на любые ваши вопросы. Понятно. 500 тысяч, говоришь, да он, знакомый у меня был миллионер, который, ну как, миллионер долларов, имею в виду, который говорил так, что такое миллион? У меня конура для собаки 500 тысяч стоит. Так что, вот так вот. Да. Ну что ж, друзья мои, приятно было с вами провести время, но, как говорится, пора бы честь знак. Напоминаю, что сегодня у нас 24 января 2018 года среда, четвертый день месяца в Юг Истужи, 7526 лета, шеститься по одному из старинных календарей, Дом Солнца, такова тема сегодня нашего эфира. Сказитель Александр Фирсов, за что низкий поклон тебе, благодарю всех наших слушателей и зрителей. Помните, что настоящий мужчина это не тот, который сегодняшний, у которого надо три вещи выполнить, построить жену, вырастить живот, посадить печень. Нет, это тот, который должен построить дом, вырастить сына, посадить деревья. Давайте возвращаться к естеству, и жизнь наша станет светлая и добрая. Аж сказочные герои нам будут завидовать, как у нас все будет хорошо. На семье с вами прощаюсь, с вами был Народное Славянское радио, Александр Фирсов, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.